Добрый день, всем привет! Меня зовут Сэмюэл, я ваш русскоговорящий американец. Разве сегодня я немножко злой? Я хотел поговорить о несправедливости. Я делал маленький шорт об этом тоже, потому что мало тех, кто знает эти правила. И они скрыты тоже, эти правила, везде. Значит, то, что я говорю, может не быть то же самое в каждом штате, но программа, это большая программа. И это несправедливо. 99% нех, 90% я, ну, дружелюбный человек. Я хочу защищать тех, которые не могут защищать себя. Я не против, я не против того, что есть люди, которые не могут работать. Я не против того, что есть люди, которые, их, ну, обстоятельства совсем другое. И я тоже должен сказать, что это будет трудная тема для меня. И если я ошибаюсь, извините сначала. Но грамматика, я не буду обращать особого внимания, потому что, ну, я просто хочу высказаться об этом сегодня. Потому что это ужас у нас в Америке. И мне это точно не нравится. И мы ничего не делаем об этом. Мы наоборот. Мы, ну, хотим, мы не хотим. Наш государство хочет, чтобы эта программа, ну, вырос как-то. И была еще, ну, побольше. А мне не нравится это на стене, на окнах. Солнце горит сильно. Но, окей, но если эта костория, это не так, так плохо. Но я вижу это даже на экране, как это получается. Потому что окна не такие чистые сегодня. Простите на все. Но надеюсь, что это красиво там. Но хотел поговорить об этой, об этом программе. Потому что это ужас. Называется у нас U4U программ. Это программа, которая для иммиграционных убеженцев с Украины. Они могут спокойно приехать сюда. Получить green card сразу. Получить рабочую возможность сразу. И тогда самое главное. Они могут получить social security benefits под этим программом. Но, если знаешь немножко. А я не эксперт, но я довольно много знаю. Я знаю базирование этой программы. Потому что 15 лет назад, когда я работал адвокатом, делал довольно много иммиграционных дел. Они не могут получить эти деньги. Кто-то, который приехал сюда с другой страны, не может. С исключениями, конечно. Не может получить green card. Не может. Если они требуют деньги со системой. Если они получают государственную зарплату. Ну, зарплату это бенефиций у нас. Они получают эти деньги ежемесячно. И эти деньги зависят от, в каком штате ты решил жить. Есть штаты, где получают очень много. Ну, например, Калифорния, Нью-Йорк, Мизури даже. Когда я жил там, они дают довольно много. И они хотят там бедное население. Они там хотят. И если хочешь бедное население, даешь эти деньги. Значит, эти деньги, это не совсем, эти деньги недостаточно совсем, чтобы жить в хорошем состоянии. Но есть очень много таких бенефитов. И я встретил довольно много украинцев, которые, рабочий, рабочий возраст у них, они могут работать, они мужчины, они сильные. И разве они работают и получают деньги? Хотят, чтобы получили все под столом. Потому что, если они зарабатывают больше какого-то уровня, не знаю, 20 тысяч в году, что-то в этом роде, немножко выше, чем они получают с государства, тогда они должны, ну, сказать государству, что они получают, а тогда они получают эти бенефиты. Но никто об этом не делает. Они это собирают, конечно, и делают то же самое, как американцы делают. Они работают, ну, под столом. И если они в рабочем силе, есть у них. Но я знаю, что такие люди есть, которые разве в нужде. И они должны что-нибудь делать просто, чтобы жить. Есть у них детей, есть у них чего. Но это не наше дело. Я не против того, что мы сделали эмиграционные дела. Я хочу, чтобы разные люди приехали сюда. Мне нравятся другие культуры. И я хочу, чтобы это все было здесь, в Америке. В Америке всегда был смесь такой. И это, ну, вкус добавляет. Иногда. Но тем больше сейчас они собираются только между собой все-таки. Кубанцы с кубинцами. Украинцы с украинцами. Русские с русскими. Китайские с китайскими. И все. И это Америка сейчас разделяется тоже. А я думаю, что это просто... А сейчас солнце еще раз будет сильно. Но я просто хочу объяснить, что они получают. Они сначала, они получают деньги на жилье. Просто эти деньги. Это Social Security Income. Я могу получить Social Security Income, когда мне 62 года. Но они сразу могут приехать сюда и получить деньги с этой системой. И эта система уже сломана. Недостаточно для пенсионеров. У нас для этого программа, которые работали всю жизнь. И это недостаточно денег для них. Моя мама получает, не помню. И она сказала однажды, разве мои сестры там, сестры там работают. Живут рядом с ней. И они работают за ней, если недостатки и так далее. Но это недостаточно, чтобы жить спокойно. И это просто недостаточно. Мы все знаем. Если люди нужны деньги, они могут получить. И это тоже недостаточно для украинцев. Но они не должны получить. А почему мы должны получить? Они могут получить это спокойно, свободно, в течение их парол. Парол это не пасворд. Не пасворд у нас. Парол. П-А-Р-О-Л-И. Парол это... Но если приехал сюда убеженцей, или каким-то другим образом приехал. И Ю-Фор-Ю программ говоришь, что на бордер, говоришь, что я на Ю-Фор-Ю программ хочу. И сразу получишь деньги во время парола. Парол это когда суд или сейчас обычные рабочие, они сократили все это. И это сейчас очень легко прибежить сюда через бордер и получить парол. Все получат. И во время паролы сейчас это Ю-Фор-Ю программа. Есть другие для остальных. Они тоже получают эти деньги. Они получают эти деньги во время паролы. Значит, парол... Это парол может быть два года, может быть семь лет. Он может получить эти деньги все это время. И работать под столом, получить свою зарплату с людьми, которые тоже не хотят платить налоги. И это останется нас быть бедными людьми, потому что чтобы получить повыше... А, это не надо объяснить. Это тогда, потом. Я хочу остаться просто с программой, как это существует сейчас. Но, я встретил с несколькими украинцами, которые прибежали сюда. И они сразу получают почти две тысячи в месяце. Больше, если это семья. Они получают... Называется SNAP. Это Nutrition and Aid Program. Забыл сокращение. SNAP, но это для семьи. И они получают бесплатную еду через эту программу. Эта программа предоставляет daycare. Бесплатный получают. И все это они получают, это все бесплатно. И тогда они могут получить a food card. Food stamps называется. Food stamps у нас это программа. И это для, ну, бедных в Америке. И они получают это. Это может платить, ну, меньше тысячи долларов каждый месяц будет там на карте. И на карте можно использовать как swipe card, как кредитная карта. В магазинах многих, большинство, могу сказать, они используют сейчас эти snap cards. И руканицы получают. А тогда они получают самое страшное. Бесплатную страховку, которая остальные... Когда медикации ничего не получат. И должны платить огромные деньги за... За healthcare, за медицину. И я просто... Надо это... Ну, давай сказать, сколько это будет, разве. Это может быть. Это зависит от человека, конечно. Но если это молодой парень прибежал сюда. И хотел воевать за страну. Он тоже получит. И он получает эти деньги, получает, ну, скажем, тысячу пятьсот. Он получает. Но такси, без налогов, без ничего. Они не унижают никак. Тогда он получает... Эта карта с... Ну, восемьсот, девятьсот каждый месяц для питания. Эта food stamp card. Получает бесплатную страховку. Это восемьсот в месяц для обычного молодого. Получает жилье под программу Section 8. Они могут получить половину их аренду. Значит, если здесь, во Флориде, обычно это тысячу пятьсот или две тысячи в месяце на маленьком доме. А половину это на счет государства тоже. Значит, еще тысячи. И разве есть много программ? Получают половину. Я плачу на каждый месяц на YMCA, чтобы там, ну, мыться, чтобы там делать эксерсайзинг и так далее. Это семьдесят долларов для меня. Они могут за двадцать восемь долларов в месяц. Все бесплатно для этих. И это просто... Сейчас в Германии я видел, как в Германии, в Польше, в Ирле, в Италии, и везде по Европе. А сейчас в Америке, ну, мы все не за Украину. Хотим знать побольше, но они, ну, как это, скрывают все, что не можем найти плохие вещи об Украине. Но это не плохо об Украине. Это плохо об Америке. Что наши лидеры, как всегда, are fucking us. Они... Это плохо, плохие слова. Не надо было так сказать. Но они, ну, ну, трахнут. Нас, американцев, чтобы эти Украинцы могут приближить сюда. И, ну, кто бы хотел знать правду, если знали, если я был украинец, украинцем, я приближал сюда тоже. И я приближал в в Европу, получил все бесплатно и избавился. Это, это большая, это часть этой большой игры. Разве? И они, им все равно, потому что это, кому выгодно, они делают так, что выгодно себе, да? И, конечно, это как работает жизнь. А если эти там живут, регулярные, регулярные люди там на Украине, которые хорошие люди тоже, в большинство, да? Есть тоже пентерцы, я ненавижу их, не хочу, чтобы я, я думаю, что все люди те же. Мы все те же самые. И есть возможности, есть трудности и все это. Я, 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 ну, хочу быть дружелюбным человеком, не хочу ругаться за то, что эти приехали сюда. Но наша программа, это для наших бедных, не для украинцев, которые не хотят спасти собственную страну. Им все равно, им все равно, что получается. И это очень легко сказать сказать славу Украине, если ты на Западе и получишь несколько тысяч каждый месяц, и пока остальные борются за страну. А если это моя страна, и кто-то приехал сюда, но сейчас, трудно сказать, это шутка даже, потому что кто будет воевать для Америки? Если Китай, и все говорят, что сейчас будет третья мировая война, значит, эти украинцы борются за Америку? Ха! Не борются за собственную страну? И все эти прибежницы, они бегали сюда, они куда? В Кенаду? Есть тоже много там, они получают даже больше там. Получают больше в Германии, получают больше на Франции. Они везде по Европе, не надо работать. Трудно жить таким образом, но они все-таки делают так. Это бесплатная жизнь, которую не может. А сейчас, в это время, кто-то дал мне 4 тысячи каждый месяц, я тоже не работал. Я могу жить спокойно на 4 тысячи каждый месяц. С трудностью, да, но я не очень много хочу, я регулярный человек. Я зарабатываю больше этого, и хочу это делать за некоторое время, хочу работать до конца, но пока мне 62, я всегда планировал, что когда мне было 55 лет, я просто хотел видеть мир. Все! Я хочу видеть мир, я хочу видеть каждую страну. на прошлой неделе, как я сказал, я был на Никарагуа, и там это 50-я страна была для меня. И хочу еще 50 до того, как я под землей, скажем. И я хочу с гордостью умереть. и говорить, что я делал то, что я хотел, старался, и не как это сказать, я не знаю, но я не знаю, что будет, я не знаю, что после жизни, я точно не знаю. Надеюсь, что что-то есть. Есть у меня свои мысли, что будет, есть у всех, их тоже. И кто я сказать, что они неправы, я неправильно говорю, я не знаю. Я уважаю всех мнений, мнений всех, имеется в виду. И я думаю, что мир это разве великолепное место. И как мы работаем с другими, это важно. Как мы обращаемся с другими, тоже важно. Я всех люблю на свете я. Это Сергей Бодров, да, он там на брат 2, когда он это интересная стихи, я должен это вспомнить, не помню. Всех люблю на свете я. Это я помню. Но хороший хороший фильм, хороший русский фильм. И я надеюсь, что я его имя правильно сказал, не помню. Но хорошие фильмы там, хорошие люди там, хорошие украинцы, между прочим. И кто может сказать, что они неправильно возьмут все, что можешь, все, что могут. Потому что, ну, как иначе, если они дадут, почему не надо получить? Если они дадут мне, ну, это трудно отказаться, да? Если они дали мне деньги и сказал, сам, вот, вот, твой пять тысяч в месяц, сейчас можно спокойно жить, просто заткнись, пожалуйста. Ну, было бы интересно, да? Если я продолжал работать. Наверное, нет, потому что надо выбрать сам, что для себя в жизни. И я не могу это выбрать для вас, но я могу для себя. Если это выгодно мне, может быть, я и сделаю, да? Я сильно хочу обращаться с людьми. Был еще некоторые, которые хотели общаться со мной по видео через Zoom. Еще хочу это делать через Zoom. Я не я не знаю, что сказать. Я не эксперт, но я довольно много знаю. И я всегда сказал, если я ответ не знаю, я могу найти ответ. Я считаю, что это умный человек. А умный человек, как это consider, он думает о всех вариантов, он думает о всех вариантах и выбирает после этого. Слушает, самое главное, слушает, я стараюсь слушать, много говорю, но думаю, что много слушаю от других. И это самое главное, если у вас есть мнение, но не почему я забыл это слово, раньше знал, но не обратил внимания на мнение других, значит, ты не умный, никак. Надо думать, это наши политики сейчас, не хотят говорить с Путином. А почему? Потому что это трудный разговор? Да, это трудный разговор. И они всегда в Америке они всегда переводят Путина неправильно. Всегда говорят только маленькие предложения и всякие говорят, что Путин хочет мировую войну. Путин хочет бросить на нас ядерные бомбы. Но это не так. Если слушаешь него, если кто-то когда-либо слушали Путина, они не сказали нам остальным, а я всегда хочу кричать на экране, когда эти глупые репортеры, как это, те, которые делают репортажи, когда они начинают сказать, но Путин хочет взять Полшу, хочет Эстонию, Латвию, Литвию, Литва, хочет Молдову, хочет Китая, Китая, куда угодно, он есть самый страшный в мире и хочет все для себя. Нет, это наши, это наши, которые хотят все для себя. Я хочу кричать на телевизор, когда я вижу, я не просто, и я тоже знаю, что это не шутка, но это процесс, чтобы если можно сказать что-нибудь без базирования, без как это, от кого получил эти слова, когда адвокат работает и делает по закону, он должен сказать, что каждый референс там должен быть, а где он получил, например, он говорит, ну, в этот день это доказательство, да, в этот день солнце было без дождя, но это и тогда он должен смотреть National Weather Service, и он поставит там, что National Weather Service сказал, что в этот день солнце не горело, нет, дождя не были, только солнце горит, и это доказательство, да, и каждый абзац он должен сказать, откуда эта информация, это как адвокат работает, и какие правила там он получил, и доказательства, но они всегда с этими репортажами никогда не говорят, откуда эту информацию, что Путин хочет взять взять к себе Польшу, хочет взять к себе Эстонию, Литва, ну, Молдавию, это нигде не написано, и я всегда хочу кричать, откуда эту информацию, когда он это сказал, потому что никогда ни слова про схвата, правда, про схвата других стран ничего не сказал, даже сказал очень давно, что не хотел схватить Украину, хотел, чтобы там был референдум и все так далее, ничего не сказали об этом, и значит, это ложь, и когда знаешь, что это ложь, тогда надо думать, почему они так действуют, почему они дадут бесплатные деньги, везде по миру, они дадут бесплатные деньги украинцам, при беженцах сюда, они хотят, чтобы Путин уничтожил страну там на Украине, потому что они хотят перестроить, перестройка, но, а где, помнишь, я помню, помнишь, в 90-х, когда это было при Горбачеве, гласность, помнишь о гласности, а гласность только с одной стороне, с СССР, они с Америки, мы всегда скрыли свои намерения, да, всегда, а Путин, его ошибка, это было доверие Америки, который не хотел помогать ему, и это трудно мне сказать, потому что я был включен в это тогда, и я знаю, что мы делаем, я знаю, как работает USAID for International Development, это просто, чтобы купить страны, выкупить их, выкупить их лидеры, отдаст ему, ну, крепость в Англии какой-нибудь, это просто, я слишком много болтал сегодня, я просто хотел сказать, что я сильно против этих программ и думаю, что что-то должен менять, видел, как в Польше, в Германии, во Франции, в Италии, везде сейчас они выступят против войны, против украинцев, и это жалко, потому что ну, какой выбор у них, их выбор, они должны уничтожать Зеленского, по-моему, все говорят, что и наше государство всегда хотел, чтобы российские люди разбудились и убили или уничтожили Путина, но Путин работает для страны, можно это сказать, и он работает для страны, Зеленский работает для себя, он настоящий западный лидер, только работает для себя, нельзя сказать, что Путин тоже не работает для себя, но у него тоже есть намерение помогать страну, и он много делал во время его лидерства там в России, это совсем другая страна, да, точно, и это все у меня сегодня, надеюсь, что вам понравились мои слова, и пожалуйста, поставьте там лайк, и было бы очень хорошо, если распространяли мои слова везде, потому что я думаю, как обычный регулярный американец, потому что я и настоящий регулярный американец, просто говорю, надеюсь, что довольно хорошо по-русски, чтобы все было почти понятно, иногда, когда я переслушаю, как я говорю, иногда я просто ох, как я могу это делать, но для меня это второй язык, и неродной, но надеюсь, что вам полезно, и чтобы знали много даже обо мне, даже о стране, даже о многих вещей здесь, в Америке, потому что у нас хорошая страна, у нас хорошие люди, но просто плохое государство, и было бы очень хорошо, если Вашингтон просто упал в океан, и мы начинали заново все это делать, потому что надо очистки Вашингтона как-то, и может быть это со Трампом, если я есть ожидание хорошее, что когда он выиграет, он что-нибудь делает, раньше, во-первых, срок его, я видел много, но это большое дело, нам нужны 15 лет, нам нужны, чтобы менять это все, и не хотел на другой тапик, это на другой день я об этом буду говорить, спасибо большое за внимание, и за то, что слушаете меня, спасибо огромное,